Привет! В этом видео мы поговорим о семи продуктах, есть которые нельзя ни в коем случае. Номер один. Апельсиновый сок. Шокированы? Тут дело вот в чём. Апельсиновый сок пастеризует, то есть варят его, уничтожая в нём всё. Витаминоцетом остаётся мало, это просто раствор сахара. Из-за него у вас подскочит сахар в крови, а потом опустится. В соке остаётся мало питательных веществ, потому что нагревание убивает ферменты и питательные вещества. Не все, но многие, понимаете? Это всё равно, что пить раствор сахара. Номер два. Изолят соевого белка. Обязательно читайте список ингредиентов на продуктах. Многие продукты для похудения и всякие белковые коктейли, я не стану показывать пальцем, но часто вегетарианские котлеты делают из изолята соевого белка. Это нельзя назвать естественной едой для человека. Она толком не усваивается, плохо влияет на организм и даже раздражает печень. Так что я бы этого избегал. Высокофруктозный кукурузный сироп. Он сейчас во многих газировках, других напитках и даже в заправках для салата. Куда его только не кладут. Номер четыре. Мясо промышленного производства с нитратами. Покупая бекон, сосиски или мясо, убедитесь, что там нет нитратов. Вы не представляете, какая это дрянь. Некоторые исследования указывают на связь нитратов и рака, так что их лучше избегать. Ешьте мясо без гормонов и добавок от животных на травяном откорме. Пятое. Молоко промышленного производства. Молоко лучше покупать органическое или хотя бы без гормонов. Есть такой гормон, бычий соматотропин. Он плохо влияет на тело человека. Я бы этого избегал. Номер шесть. Готовые замороженные ужины. Раньше я постоянно ел такие ужины и покупные закрытые пироги. Это еда очень низкого качества, потому что там в одну кучу свалены белок, крахмал и десерт. Сочетая белок с крахмалом и сахаром, вы вызываете мощный всплеск инсулина. То же самое с закрытыми пирогами. Там есть тесто, кусочки какого-то мяса и разный крахмал. А еще там, по-моему, еще и подливка. Все это не очень полезно. И номер семь. Фрукты из стран третьего мира. Если на ягодах или фруктах написано, что они из Мексики, Чили или других стран, есть шанс, что там использовали ДДТ. В Америке распылять ДДТ над садами запрещено. Его запретили, кажется, в 1972 году. Но мы можем продавать его в страны третьего мира. И в результате мы получаем его обратно и употребляем в пищу. Есть исследования, показывающие, что даже дети получают дозу ДДТ. Вот откуда она берется. Под видео я размещу ссылку. Ну, вот и все. Оставляйте комментарии и спасибо за просмотр. Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на канал. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok